Навратилова, Морезмо, Девинпорт, Ван Эйнтвенг. Что связывает этих и не только этих спортсменок помимо тенниса? Все они любят девочек. Да, друзья, я практически на 100% уверен, что большинство из вас даже не предполагали, что в теннисе есть представители ЛГБТ-сообщества. Нет, вы не подумайте, я ни в коем случае, конечно, не собираюсь обсуждать ничью сексуальную ориентацию, я вполне нормально ко всему этому отношусь и считаю, что каждый человек сам решает, кого любить, как любить и где любить. Ну, само собой, если это все происходит на взаимной симпатии. На самом деле, я далеко не сразу, как начал увлекаться теннисом, узнал, что в теннисе есть представители разных сексуальных ориентаций. А стало известно мне об этом, когда довольно-таки известная бельгийская теннисистка Элисон Ван Эйнтвенг в марте 2018 года в прямом эфире рассказала о своей сексуальной ориентации и даже назвала свою избранницу. Ей оказалась и менее известная теннисистка Грэтье Минен. Однако, помимо словесного, признали, были горячие поцелуйчики. И вот именно с того самого момента я узнал, что ЛГБТ не прошло мимо тенниса. Сейчас, наверное, многие из вас начнут писать, что это типа, вот, это вот сейчас такое время, что развелось много не таких. Но нет, друзья, тут вы очень сильно ошибаетесь, так как открытые представители ЛГБТ начали появляться еще в 70-х годах. И первой теннисисткой, кто об этом заявил, стала легендарная и всеми известная Мартина Навратилова. А ее первой возлюбленной была не менее легендарная Билли Джин Кинг. Да, вот так, представьте, две легенды и обе представительницы ЛГБТ. Но роман девушек был недолгий, всего лишь пару лет. А знаете почему? Уж слишком сексуально ненасытной была Билли Джин Кинг, из-за чего Мартина Навратилова просто напросто выходила на корт, еле передвигая ноги, из-за чего ее результаты очень сильно стали падать. Может страшно представить, что они там такого вытворяли в постели. В итоге Мартина решила сконцентрироваться на теннисе и сказала своей любимой «Извини, но теннис я люблю больше». Правда, это расставание даже самой Навратиловой далось очень непросто. Она даже угодила в больницу с нервным расстройством, где, собственно говоря, и дала признание одному из корреспондентов. Естественно, кричащие заголовки в газете не заставили себя долго ждать. Ох, и натерпелась тогда, конечно, Мартина. Ее откровенность дорогая и обошлась. Разрыв контрактов, неприятные грехистребон, все что к тому, что из-за ее сексуальной ориентации ее вообще думали депортировать из США. После этого у Навратиловой было еще немало отношений с другими девушками, среди которых даже были и те, кто бросил свою семью, стоящую из мужа и двух детей. Вот интересно, это настолько Мартина притягивала других девушек или же все дело было в деньгах? Да, в основном именно финансовая часть и была главной причиной. Ну, как минимум в частном случае. Ведь эта самая бессердечная женщина, которая оставила на плечах мужа двоих детей, оказалась весьма продуманной и заключила с Мартиной что-то типа брачного контракта и спустя время просто и легко подала на развод, получив солидную сумму в размере 15 миллионов долларов. Правда, хотелось 60, но согласитесь, что и эта сумма весьма и весьма приличная, особенно на то время. Среди вторых половинок Мартины были и девушки на одну ночь, и дочери прокурора, и даже сама Мадонна. Правда, со слов самих девушек, их ночь не особо принесла ему удовольствия. Интересно, кто из них недоработал? После многочисленных отношений, на протезе вот такие нашла своего человека. Ею стала мисс СССР Юлия Элеминова. В 2009 году девушки обручились, а в 2015 сочетались с браком. Вот такая вот получилась история любви у Мартины Навратиловой. Кстати, когда я рассказал, что первой, кто открыто о своей сексуальной ориентации сказал, была именно Мартина Навратилова, я тут немножечко слукавил, так как все же первой была Билли Джин Кинг. Правда, в отличие от Навратиловой, Билли любила не только женщин, но и мужчин. Хотя и отдает в основном предпочтение первым. Личная жизнь у американской теннисистки была крайне насыщенной. Прям бразильские сериалы можно было снимать. Каких только у нее не было приключений и интриг. Вплоть до самоубийства одной из девушек Билли Джин Кинг. К слову, во время своих любовных однополых похождений, теннисистка из США была замужем. И если верить ее словам, то даже она любила своего супруга. Ладно, давай по-быстрому. Однако, в конечном счете, она развелась с ним и живет сейчас вместе с еще одной известной американской теннисисткой Иллоне Клосс. Именно на нее она применяла супруга и даже выиграла со своей половинкой несколько турниров в парном разряде. Когда Мартина Навратилова перестала активно играть на корте, ее титул «Мисс Теннисный ЛГБТ» перешел к известной испанской теннисистке Кончити Мартинос. Испанка была настолько нетерпелива в своих сексуальных похождениях, что даже занималась шпильвилием, как говорится, в женской раздевалке и даже в медицинском кабинете. В итоге Кончита не стала далеко ходить и выбрала себе в половинку девушку среди своего окружения, достаточно известную по-тариканскому теннисистку Джи Джи Фернандес. Кстати, отношения у них были весьма веселые. Когда Джи Джи пошла налево, то получила такой пиды от Кончиты, что у нее в дальнейшем напрочь отпала желание ходить и налево, и направо, как говорится. Вообще, список теннисисток, являющихся представительницами ЛГБТ, немаленький. Мэри Джо Фернандес, Линдси Девенпорт, Амелия Морозмоа, Лиза Рэймонд и еще немало других, среди которых и ныне играющих. Кейси Девакуа, Ришель Ходенкамп и парочка Ван Эйнкманг и Гритиминен, про которых я уже ранее упоминал. На этом один из вас задается вопросом, ну как так, столько известных, успешных, богатых девушек, ну неужели нельзя найти себе нормальных мужчин? Ну, друзья, про всех природных, как говорится, не попрешь. Хотя вот, например, российская теннисистка Елена Макарова сказала, что это все из-за исключительно женского окружения. Мол, после тяжелого игрового дня так не хочется ни наряжаться, ни на вечеринки ходить, где можно потепить богатого и красивого. Поэтому вопросы сексуальной разрядки, они решают очень простым образом, друг с другом. Ну и плюс заводить мужика на постоянной основе и везде с собой его таскать и содержать как-то, ну, накладник его ходит. Украинский теннисист Сергей Стаховский вообще заявил о том, что в Эта-Туре каждая вторая по девочкам, так сказать. Конечно, он наверняка немного преувеличивает, но, тем не менее, количество там весьма немалое. Однако, если вы считаете, что представители ЛГБТ есть только в женском Туре, то вы сильно ошибаетесь. В ЭТП-Туре они тоже есть. Правда, там они об этом открыто заявляют редко, и в основном это малоизвестные игроки, к примеру, американский теннисист Брайн Вахалли. Да и то о своих сексуальной ориентации он рассказал уже после того, как закончил играть. Есть, а точнее были, и известные теннисисты, конечно, среди мужчин. Такие, например, как Билл Тилден и Готфрид фон Крам. Конечно, ходят слухи, что и в наше время в ЭТП-Туре немало представителей ЛГБТ-сообщества. Но это лишь слухи, ведь мужчины боятся в этом заявлять открыто. Хотя в Андрой Джордж Федера и Энди Морей вполне открыто заявляют, что если такие откроются игроки в ЭТП-Туре, то вполне все к этому нормально отнесутся, и, мол, бояться совершенно ничего не стоит. Но все равно, конечно, игроки боятся, потому что понимают, как большая часть общества к этому отнесется. Пидарас! Именно поэтому сейчас существует теннисный союз GSTL. Там ни мужчины, ни женщины совершенно не скрывают свою сексуальную ориентацию. Впрочем, этот союз только для них и создан. За год они проводят по всему миру примерно 70 турниров. Это не коммерческая организация, так что Ринго вынуждена привлекать спонсоров для поддержки. Конечно, в этой лиге все сильно упрощено, и вообще многие считают ее чисто любительской. Естественно, организаторы ждут и надеются, что ЭТП и ВТА все же обратят на них внимание. Ведь в мировом теннисе о них практически не говорят, и я думаю, даже вы про это слышите впервые сейчас. Ну а вообще, все представители этого сообщества верят в то, что придет время, и данная отдельная лига в теннисе будет попросту не нужна, так как весь мир станет нормально относиться к людям с разными сексуальными ориентациями.